Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 21 июня 2022 четверг для вашего покорного услуги в этой программе. Это последний рабочий день недели. Соответственно, ну, итогов не будем подводить, потому как нет никаких итогов. Все зависло. Ну, наверное, только отставка драги. С нее мы сегодня начнем. Италия будет в фокусе первой части. Опять же, после того, как прокомментируем высказание министра основного дела России Лаврова о том, что цели России, как это Россия называет, специальная военная операция, лежат вне, не только за пределами Донбасса, Донбасса, да, и связано это с новыми вооружениями. Так надо прокомментировать. Реализм обязывает некоторые вещи сказать. Вот они должны быть сказаны, будут сказаны. Потом перейдем к Италии. Она центральная часть, потому что, конечно, это большое дело, то, что происходит сейчас. У этого есть серьезные последствия, которых пока мы не могли нормально коснуться, коснемся. И Северная Корея. Опять, я думаю, завершая часть нашей программы, это очень важный момент. Оказывается, у Северной Кореи появилось тактическое одное оружие, и это вызвало переполох в американском военном эстеблишменте. Потому что это тоже имеет определенные последствия с точки зрения реализма. Опять же уж извините за многократное использование этого слова. И вот, соответственно, прошло специальное совещание, о котором недавно стало известно. И я вас познакомлю с тем, что я узнал. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете не писать. 3-4-7-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерпомин Филадельф, Аппликацион Айхат, Аппликацион Руисе Радио везде в нации. И также веб-сайт Руисе.фм везде в мире. Там в прямом эфире можно даже смотреть. Вот, как губы шевелятся. Ну, а все, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать новых подписчиков. Приветствую вас. Можете там писать, там комментировать. Тогда я буду отвечать либо там, либо в следующих передачах, потому что это запись. То же самое касается слушателей на Саундклауде в любой точке земного шара. В принципе, я не совсем понимаю, почему такое пристальное внимание было уделено в высказывание Лаврова о том, что в этом конфликте интересы России лежат за пределами Донбасса. Это изначально было понятно, наверное, да, что с того, как это началось, было понятно, что идея как бы лежит за пределами Донбасса, да и территория, которая сегодня Россия удерживается, прилегающая Крыму территория Херсона, там, и часть Запорожья. Понятно, что из факта того, что Россия продолжает их удерживать и назначает там свою собственную администрацию и проводит там определенные действия, ясно, что интересы Российской Федерации лежат за пределами Донбасса. Но имеется в виду, как бы, вполне возможно, что в следующие моменты эти территории будут предметом торговли, как и все, в принципе, потенциально может быть предметом торговли, но как бы Донбасс изначально, большое количество аналистики, давайте так прямо скажем, которые я в последнее время читаю, говорили о том, что есть определенные круги и в Украине тоже, которые, в принципе, во время переговоров... То есть, быстро сформулировать это можно таким образом, что Украина может не торопиться возвращать в себя Донбасс, потому что и население этого региона в части своей большой поддерживает, как бы, и русское население, и что все равно уже, так как это достаточно долго, большая часть этого региона не с Украиной, то интегрировать ее назад в Украину будет непросто. Понятно, что официальные лица будут говорить совершенно другие вещи, но общее настроение вот такие, теоретически, как бы, по этой линии могло бы быть окончательное соглашение, например, если бы переговоры начались в какой-то момент, они же когда-то начнутся, правильно? Рано или поздно это же должно произойти, давайте будем оптимистами. И тогда потенциально, как бы, такой могло бы быть финальный результат всего этого, да? Что вот по этой линии, как бы, разойдутся, и дальше уже там... Главное, чтобы, как мы все понимаем, чтобы любое мирное соглашение, которое вызывает всего этого кошмара, будет заключено, чтобы оно было окончательно, правда? Чтобы оно больше не вызывало, не возникало заинтересованности ни в одной из сторон прилимать какие-то военные авантюры. Авантюры сейчас без коннотации, просто любое военное предприятие – это авантюра, да? В принципе, это в русском языке допустимая форма. Вот слово «авантюра» есть как коннотация негативная, сейчас мне не в коннотации дело. Поэтому о том, что как бы Донбасс является целью, было понятно. Это была изначальная цель спецоперации тоже. Именно не зря ведь перед тем, как война началась, то в Совете Безопасности ООН Российская Федерация распространила специальный репорт среди членов Совета Безопасности о том, что происходило в регионе за последние 8 лет, репорт о геноциде, как они это назвали. Короче, там были сделаны все необходимые лидические, кстати, моменты для того, чтобы обвинения с этой стороны в агрессии были сняты. То есть, как бы то, что положено по уставу ООН, как бы было сделано в тот момент, да? То есть, было проведено определенное исследование, вот и были результаты. На самом деле, там был геноцид, да? Это российский народ сейчас. Короче, объясняет Лавров это тем, как он это объяснил? Он объяснил это тем, что сверх интересов России лежат за пределами Донбасса в Украине, да? Что у Украины появляется сейчас оружие, что новое оружие, американское оружие, высокотехнологичное оружие. Но главное даже не в том, насколько он технологичный, а в том, насколько далеко он может стрелять. И как бы получается так, что теперь у Украины есть несколько систем, я не знаю, сколько на самом деле данные моих источников разнятся. Да кто-то говорит 6, кто-то говорит 8, кто-то говорит, я где-то читал 9. Пока. И вот еще Байден обещал еще хаймерсы посылать. И немцы обещали какие-то системы заповедные огня тоже дальнобойные передать. И что вот эти системы, они российскую территорию proper, да, непосредственную российскую территорию, ну, допустим, Курская, Белгородская области, да, они ставят их в позицию, да, то, что называется, они становятся под угрозой, эти территории Российской Федерации. Ну, и, естественно, Крым, да, потому что Крым Россия даже не готова обсуждать. Уже много было заявлений российской официальной политики, что про Крым мы даже не можем разговаривать. Соответственно, уже сейчас, теоретически, да, территория Крыма находится в пределах досягаемости. Крым, Крымский мост. Вот мы недавно видели, буквально на днях мы видели, вчера, по-моему, это произошло, атаку по... или позавчера, у меня уже все дни смешались в одно, атаку по мосту в Херсонской области, да, по которому происходит военное снабжение. Один из двух мостов, который там через Днепр, который связывает, там так передали новостные источники. И также артиллерийские склады в глубине территории, удерживаемой Россией, подвергаются атакам этих хаймарсов, и ничего нельзя сделать с ними атаками, то есть не получается это перехватить никак, не получается сбить эти ракеты. Они эффективно, короче, действуют. Уже Вовт и Джонл сообщают о том, что из-за того, что произошло, и вообще из-за использования хаймарсов удалось замедлить наступление в Донбассе. Тоже хаймарсы используют. В общем и целом. Но сам факт, они же бывают разные, снабжаются разными ракетами, разного радиуса действия. И вот поступала информация о том, что США будут передавать Украине более дальнобойные, как бы, снаряды, да, которые большего радиуса действия. Что, в принципе, да и те, которые сейчас есть, в принципе, теоретически, Курской и Белгородской области должны достигать. И это, как бы, ставит перед Россией некоторые моменты угрозы, которые, объективно, учитывая, что есть определенный территориальный спор, да, и территориальные претензии страны Украины, объективно, тоже с 2014 года они есть. Украина же не признала переход Крыма в состав Российской Федерации. Соответственно, теоретические попытки возвращения Крыма военным путем, они существуют. Да, и это именно то, что Воров пытается сказать, да, что, как бы, так как такие системы огня появились, пока эти угрозы, которые есть, будут продолжать, будут продолжать эти угрозы существовать, то Россия не может остановиться, она должна эти угрозы устранить, потому что мы не можем себе позволить, грубо говоря, да, расшифровывать эту штуку, чтобы на нашей границе находилось государство, которое имеет к нам территориальные претензии и готово, как бы, нас атаковать, нам угрожает. Да, и это, то есть, по факту наличия этих систем, да, даже если она вслух не говорит, что я буду российскую территорию обстреливать, Курской и Белгородской области, да, тем не менее, сам факт наличия подобного вооружения у Украины является угрозой для Российской Федерации. Это примерно то, что сказал Воров, не более того. Но мы-то понимаем прекрасно, что изначально, когда 24 февраля все это началось, цели были значительно более далеко идущими и абсолютно явно совершенно не должны были ограничиваться не как Донбассом, они были объявлены. Да, демилитаризация, демилитаризация и нейтральный статус. Это намного больше, чем Донецк и Луганск. Ну, так, по крайней мере, на первый взгляд выглядит, поэтому, и слышно было. Поэтому говорить о том, что что-то сенсационное Воров сказал, мне кажется, что здесь как бы не имеет это... Это ничего нового не сказал. Как бы это было понятно с самого начала. И так просто, может быть, впервые это прозвучало из УСМИ странных дел, и это вызвало такую, как бы, переполох. Ну, а в принципе-то это все было понятно и так изначально уже. Вот вопрос, как бы, когда стороны в итоге поймут, когда стороны в итоге захотят перейти к переговорному процессу, то это очень большой вопрос. К сожалению, пока не видно конца всему этому. Это вот то, что я хотел сказать вначале, потому что я вчера это обещал осветить каким-то образом, но вчера это не получилось сделать. Вот. А комментарий нужно было здесь дать. Так мне казалось. А относительно... Теперь давайте перейдем эту страницу, пока перевернем. Я думаю, я уверен, что мы еще будем к этому возвращаться. Тема, потому что, к сожалению, не заканчивается. К первому европейской жертве войны в Украине, учитывая, что косвенный, не прямой, но косвенный, который... Это падение этого правительства может оказаться очень-очень болезненным для Европы дальше. Я, естественно, говорю, само по себе, и само собой для Италии, потому что Италия после пандемии была в очень сложной ситуации. И во время нее тоже, да, очень сложной. Там, ну, во-первых, правительственный кризис – это обычное дело, там сильно сфрагментирована система политическая, там сложно собирать коалиции всегда. У Сильвио получалось, у Берлускони много-много времени быть премьер-министром, но все равно выборы происходят достаточно часто. Не так часто, как в Израиле пока, конечно, но часто достаточно. И Марио Драги, который до этого возглавлял Европейский центральный банк, поэтому получил прозвищу «Супер Марио», потому что, если напоминаю, да, кто этот человек, то в 2008 году, во время того страшного финансового кризиса, который был спровоцирован падением наших Фредди Мэг, Санни Мэй и Фанни Мэй, наших огромных рил-эстейт-гигантов, простите, mortgage insurance компаний, давайте так правильно все скажем, и в итоге грохнулась финансовая серьезная система, в итоге посыпался, как же это, брокерская контора называлась? Ну, короче, много пострадало, компании далеко не все были выкуплены, кризис волной прошел по всему миру финансовой, в Греции тоже, ну и в Греции, кстати, тоже была огромная проблема, да, по Греции он долбанул страшнее всего, в общем, потому что там были пририсованные цифры, он по Италии долбанул, там тоже, потому что Южное Средиземноморье, оно, простите, Северное Средиземноморье, оно отличается определенной спецификой, вот, понятно, Италия не так, как Греция, все-таки Италия серьезная экономическая мощь, но тоже там были свои моменты, в Италии другого уровня проблемы, вы знаете, Италия экономически разделена на две части, если было бы достаточно, Италия это, как весь мир в миниатюре, да, есть промышленно развитый сильный север и неразвитый сельскохозяйственный юг, да, это стереотип, да, который, на самом деле, нас еще в советской средней школе учили, как Италия, в политической, в экономической, простите, географии, как Италия функционирует, и эти противоречия, да, верх сапога, низ сапога, эти противоречия, они в мире существуют, так уже в глобальной картине. В общем, Драги, Марио Драги был главой Центрального банка и так аккуратненько, аккуратненько вырулил в итоге Европу из кризиса, аккуратно, и пользуется этот человек огромным авторитетом в Италии, до сих пор так, вот он перед тем, как, когда он подал в отставку уже второй раз на последнюю неделю, и эту же отставку пришлось принять, когда он подавал в отставку, перед этим он выступил там с трехминутным или пятиминутным в Нижней Палате Парламента, в Champions of Deputies, да, в Палате представителей, ну, или заместителей, как угодно назовите, представители, да, Палата депутатов, короче. Он выступил с речью, эмоциональный, сказал там даже фразу про то, что даже экономисты там могут, как он это сформулировал, даже экономисты имеют сердце, даже банкиры имеют сердце, вот там, короче, плакали там члены парламента, в общем, такое было достаточно moving, да, такое сильно эмоциональное такое впечатление от этой речи всей было, и она была небольшая, но такая прочувствовала. И он много сделал, он всего 17 месяцев был главой правительства, он очень много сделал, он фактически, там ведь как, Италия с пандемией очень тяжело выходила, вверх, Италия была первая, кто от нее сильно пострадал, и очень сильные локдауны там были, волнами, экономика фактически полностью замерла в стране, и потом нужно было как-то ее вытаскивать. Италия изначально получила от Евросоюза очень неплохие условия по выходу, да, то есть из тех сумм, которые выделялись, Италия для Италии зарезервирована в Евросоюзе 250 миллиардов евро. Это большие деньги, для того, чтобы Италия могла выйти, и там часть, которую даже не надо возвращать, это суммы, которые должны были помочь Италии рекуперацию произвести, то есть восстановление себя после пандемии. И много, он выстроил так все в стране, я сейчас не хочу вдаваться в экономические подробности, он много чего сделал. Опять же, благодаря своим невероятным навыкам договороспособности своей, балансирования и маневрирования, он очень опытный политик, и умеет находить общий язык с большим количеством людей, с разных политических, во всех политических палитрах, справа, слева, с многими. И, кстати, коалиция, которая была, которая развалилась, она на самом деле включала в себя и правых, и левых, и такая была, ну, наверное, можно сказать, говоря израильским языком, что это правительство национального единства, наверное. Он смог вывести Италию в такую ситуацию, что Европейский Центральный Банк и вообще Евросоюз уже считали, что он вывел на 6% GDP в последний год. Это круто на самом деле сейчас для Европы, для развитых стран совсем немало, даже учитывая то, что пандемия все остановила, как бы, по сравнению с годом, когда все было остановлено, в 6%, как будто бы не так много, но это очень много для развитой страны. И он дал, как бы, оптимизм, много оптимизма, что вот Италия будет устойчиво расти, как это называется, sustainable growth, да, самообеспечивающийся, то есть рост, который будет обеспечивать себя дальше, и то есть стабильно, спокойно будет расти. И дальше, он должен на следующей неделе, по-моему, еще 30 миллиардов получить, правительство Италии должно получить еще один грант, и до этого, буквально на днях, получило 45 миллиардов. Вообще, если все в итоге будет нормально, и все условия, которые Евросоюз накладывает на эти деньги, для экономики страны, которые деньги получают, будут исполнены, даже после него, Италия может в итоге получить 200 миллиардов, все вместе, все вместе, что уже заплачено, и то, что еще может впереди прийти. Но, кстати, эксперты говорят, что вряд ли теперь без драги удастся это сделать, и это, что он подал в отставку в тот момент, когда Европейский Центральный Банк сейчас поднимает ставку по кредиту впервые, да, впервые за много времени, это большой срок. С этим придется иметь дело итальянская экономика, которая огромный национальный долг, и, как вы понимаете, когда ставка Центрального Банка Европейского поднимается, то ежемесячные выплаты по этому кредиту, по этому долгу, по этому долгу, они увеличиваются и сжирают намного больше в GDP, валово-национального продукта, чем они сжирали раньше. Это огромная проблема, кстати сейчас будет для Италии и, по-моему, для Греции тоже, которая тоже не выплатила, конечно, национальный долг целиком. Много чего там будет, сейчас много чего произойдет из-за этого, но инфляцию надо сдерживать, да, ну и инфляция само по себе, это огромная, очень большая угроза, и эта инфляция еще питается разными факторами, в том числе войной, конечно же, которая идет на европейском. Теперь, опять же, непонятно, что будет с топливом, энергоресурсы, растущая цена, которые тоже питают, питают инфляцию сильно, и это, вчера мы каким-то образом этого касались, уже сейчас не надо к этому возвращаться. И политическая, как бы, сама по себе система сейчас немножечко находится в состоянии такой трясучки, потому что не совсем, ну, как бы, эксперты говорят, что в результате того, что произошло, наибольший выигрыш, скорее всего, получат правые и ультраправые. Опять же, в прошлой коалиции, ведь из-за чего, на самом деле, грохнулся, почему Драги подал в отставку? Потому что в коалиции внутри, там, демократическая партия, которую возглавлял Джозеппо Конти, да, то есть изначально, когда война началась, в феврале, почти все Италии, весь итальянский политический спектр поддержал Украину, выступил в поддержку, да, в защиту, в поддержку Украины с осуждением России, но как только дело дошло до отправки оружия, мнения сильно разделились, и примером, многие были против, и примерно, наверное, самым главным местом битвы, да, оказалась демократическая партия, если не ошибаюсь, так она называется, которую возглавлял бывший премьер-министр Джозеппо Конти, такое достаточно аморфное политическое движение с непонятной, не совсем понятной для меня политической платформой, и большая часть партии взбунтовалась против решения, потому что Конти очень хотел продолжать, он выступал за отправку оружия, а основная часть его членов выступала против, членов его партии, в итоге партия раскололась, когда партия раскололась, очень хрупкое большинство, которое у коалиции было, перестало существовать, и сначала Драги подал в отставку Матаре, Серджио Матарелло, президент не принял эту отставку, сказал, работайте, еще идите, пожалуйста, и работайте, договаривайтесь, потому что самое страшное, это, значит, новые выборы, вот такой ситуации, которая сегодня есть, экономической, а когда был в Сенате, вот он, проходил вот он доверие, да, голосование, то главные, как бы, партии правые, Лига, там, по-моему, Матео Сальвини, Джорджио Мелони, это Brothers of Italy, это крайне-крайне правая, только потенциально она будет премьер-министром, запомните это имя, Джорджио Мелони, и Форса Италия, которую известный вам Сильвио возглавляет, непотопляемый вообще человек, вот, они как раз не поддержали Марио Драги, видимо, они тут, это сложный, на самом деле, момент, в общем, главный, один из главных моментов, да, был в том, что вот, поставки вооружения, то есть, как бы, вот эта украинская война, да, она стала таким триггером, да, курком, да, того, что Драги подал в отставку, еще там были моменты, было много разных противоречий, не забываем, что там в коалиции еще было Five Star Movement, да, движение Пять Звезд, которое, которое, популистское движение Юга Италии в основном, да, которое когда-то делало коалицию, помните, когда Контик становился премьер-министром, в тот момент его, почему он стал, почему он стал вообще, как он стал премьер-министром, Матео Сальвини, лидеру лиги, и главе партии, сейчас уже не помню, как его звали, в главе Five Star Movement партии, потребовалась, как бы, нейтральная фигура, потому что, и у Матео Сальвини, Матео Сальвини, это правые, а вот эта левая партия, это левая партия, которая, Five Star Movement, они, да, левые, они, как бы, популисты, и они вообще в интересах, как бы, среднего класса и малообеспеченных действуют, но при этом, их объединяло только одно, ненависть к мигрантам, короче, и нежелание разрешать миграцию, то есть, это еще, эти партии возникали, я так понимаю, на осколках волн беженцев из Ливии, из Сирии, которые там, вот, в Ампедузе, все вот это, да, пострадал больше всего от этого, от притока беженцев нелегальных, и там это возникло, это движение, и вот они достаточно долго были наверху, особенно в Five Stars, у них было 25% голосов на предыдущих выборах, а тут, сейчас вот проводят опросы, они имеют всего 12%, видимо, идея антииммигрантская сейчас не настолько пулян, не это сейчас, как бы, главное в той ситуации экономической, которая в Италии есть, в общем и целом. Возникает много моментов, которые ставят множество вопросов, в том плане, что, если выборы пройдут, значит, выборы должны быть назначены 25-го числа и сентября, будут, пройдут 25-го сентября, если выигрывают правые, по вопросам сейчас, говорят, что 45% где-то голосов заберут вот эти 3 правые партии, Браздосов Италии, Братья Италии, Форса Италия и Лига, да, вот эти 3 правых, Братья Италии, кстати, считаются ультраправыми, то есть еще немножечко, и вы сами знаете кто, просто не хочется, раньше считалась Лига самая такая правая-правая, да, которая фактически, ну почти, ну не Муссолини, но близко, вот, а это еще правее, то есть как бы, ну совсем близко, и если они выиграют, эти 45% они получат, если эти расчеты окажутся верными или даже больше, то фактически они будут решать, кто будет премьер-министр, и они будут формировать коалицию, потому что настолько, настолько сильно раздробленной политической карте итальянской, набирать 45% для естественной, натуральной правой коалиции, это все, это победа, и они наверняка и будут ее формировать, правительство, в смысле, я имею в виду следующее, и там как бы курс Италии может очень серьезно измениться, во-первых, ну а потому что лидера такого, как Драги, они вряд ли найдут, а явно совершенно, если бы они хотели, чтобы Драги оставался, они бы, ну логика подсказывает, они бы за него все сейчас проголосовали, но они бы сдержались, поэтому вряд ли Драги, скорее всего, Джорджа Мелони, а ее политические взгляды пока это такая не совсем понятная вещь, то есть в принципе по европейской интеграции становятся вопросы сразу, потому что ультраправые, они же обычно евроскептики, правда ведь, вот как мы это наблюдали в разных странах уже, поэтому тут не совсем понятно, что дальше Италии будет происходить, вот ведь как, и в итоге то, что кажется сегодня технически, а опять же, все теоретически может быть, да, у левой же стороны политического спектра, все партии, которые есть на левом фланге, тут чуть не забыл сказать, им сложнее, они, у них нету такой партии, которая может прям вот быть вот лидером самым, да, в этих выборах в таком выигрыше, да, чтобы они в итоге собрали такой крупный процент натуральной коалиции, вряд ли получится, в общем и целом, это вряд ли возможно, и поэтому, может быть какая-то партия с центристской или левая примкнет к этой правой коалиции, и скорее всего, так оно и будет, но тогда не совсем понятно, какое будущее у Италии, а в Евросоюзе, и в принципе, линия ее, а на единство, и как Италия дальше будет голосовать, например, в Евросоюзе, это становится вопросом все, потому что, и зима же скоро, вот же еще, это уже будет после выборов, и тут вот как раз, тут нужно много моментов учитывать, и пока непонятно, в общем, ждем, смотрим, это интересно, Драги жалко, правда, правда жалко, серьезный очень человек, ну, может быть так случится, что они в итоге захотят какую-то нейтральную фигуру, этой фигурой может стать Марио Драги, все возможно, но мне представляется, что дядечка уже, вряд ли захочет возвращаться, так мне кажется. Приветствую вас еще раз, друзья, Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 21 июля, год 2022, четверг, абонент 5,8,8,0, короче, Россия может и имеет право обстрелить всю территорию Украины, Украина не должна и имеет нет никаких причин, так по лавровскому бандитскому раскладу, Борис, нет-нет-нет, он не говорил ничего про саму Украину, он говорил только, что Россия может делать для того, чтобы обеспечить свою безопасность, и опять же, никто не говорит, что Украина, я, например, никогда ни разу не сказал, что отвечая как бы на агрессию, Украина не имеет права стрелять в ответ, конечно, имеет право, вот, это страна защищающаяся имеет право делать то, что нужно для ее защиты, просто вопрос в последствиях подобных действий, потому как, они могут быть очень тяжелыми и серьезными, и эскалация, она всегда плохая, я только, это от меня лично, да, я просто комментировал высказывание Лаврова, относительно вот спектра, да, самой операции, то есть ее распространение, территориальное распространение, поэтому здесь, я то, что вы сейчас сказали, никоим образом не имел в виду, да, правда, вы не мне это говорите, вы как бы комментируете Лаврова, нет, здесь, он не сказал, всю территорию Украины, он на самом деле сказал, что она, что интересы в этой военной операции, как Россия это называет, лежат не только, в границах Донбасса, из-за того оружия, которое есть, которое представляет угрозу российской территории, которая была до 24-го числа, вот, это примерно то, что он сказал, смотрите, это тоже часть информационной войны, мы же прекрасно понимаем, здесь каждый, каждая сторона будет говорить то, что она считает нужным сказать, это будет тоже часть информационной войны, и позиция каждой стороны является, как бы, тоже частью информационной войны, поэтому здесь просто, потому что требовалось это высказывание как-то пояснить, от министра, просто иностранных дел такого еще не было, давайте, ребят, в Северной Корее там слишком много, и это важно, значит, главная суть того, то, что я хотел сказать, что 23-24 мая, оказывается, произошло заседание в Амахе, специального военного комитета по национальной безопасности, здесь нашей, присутствовали разного уровня, чиновники и военные, обсуждалось, как бы, угрозой ядерного, ядерная угроза, в принципе, возможно ли использовать ядерное оружие кем-то из игроков, и было принято, утверждено понимание того, что главным, как бы, игроком, который сегодня может первым применить ядерное оружие, считается Северная Корея, это обусловлено несколькими факторами, самое главное из них, что Северная Корея удалось развить и придумать, короче, и изготовить уже более, менее крупное, скажем так, давайте так, вот я немножко со спецификой не очень знаком пока с техническими деталями, менее крупное тактическое однооружие, да, то есть, которое можно на снаряд установить, да, как боеголовку артиллерийскую, использовать как боеголовку снаряда, и в случае начала военных действий главная идея в чем, что такие боеголовки будут размещены, это тактическое однооружие будет размещено на передовой с Южной Кореи, и одновременно, короче, с развитием технологий межконтинентальных ракет, развития двигателей, которые мы постоянно наблюдаем, и разных тестов, да, того, что происходит, не ядерных тестов, тестов просто самих ракет, используя, в случае использования, тогда у Кима, да, как только у него, его возможность достичь американской Земли станет абсолютной, да, сейчас как бы мы думаем, что он уже может достичь до Лос-Анджелеса, ну, потому что он запускал уже спутник космос, успешно, кстати, соответственно, раз так, значит, у него есть межконтинентальная ракета точно, да, вопрос, сколько, может, не может, а в эту лотерею, я говорил много раз в предыдущих программах, попадет, не попадет, может, не может, долетит, не долетит, ну, просто мы в эту лотерею играть не готовы, но в случае, допустим, если начинается военный конфликт с Южной Кореей у него, например, да, опять же, чисто реализм, ничего больше, если начинается у него военный конфликт с Южной Кореей, Америка, Соединенные Штаты под договором с Южной Кореей обязаны ее военной силой защищать. И это и это означает, что нам придется тогда ввязываться обязательно. Ну и там, и так, ну, 36 тысяч наших войск находятся в южной части Корейского полуострова. Теперь, если у него будет четко совершенно достаточное количество межконтинентальных ракет, даже если он применит ядерное оружие, первым, кстати, в начале, как считают вот эксперты вот на этом заседании, которое в конце мая произошло, то, скорее всего, тогда в начале самого конфликтного он может его применить для того, чтобы принудить Сеул и Вашингтон к уступкам сразу. Потому что использовать ядерное оружие в ответ на использование... Короче, Соединенные Штаты Америки не смогут использовать ядерное оружие против Кима в том случае, если он применит тактическое, только по той причине, что у Кима будет возможность тогда ответить по США. И это, как бы, самый важный детеррен, самое важное сдерживание, которое у него есть теперь, да, и будет, и он его дальше развивает. Опять же, было отмечено, это, кстати, очень важно понимать, что вероятность того, что Ким Чен Ин откажется от своеволенного оружия равняется нулю. Да, это уже официально признало американский интеллендженс, да, разведенное сообщество и сообщество по нацбезопасности, которое, я так понимаю, возглавляет сейчас Джейк Саллиман, который помощник президента по нацбезопасности, он возглавляет национальный секьюрити консул США. Соответственно, они приходят к этому выводу, они явно там не дураки, и это четко что-то понятно, что никто в современном мире не готов будет отдать ядерное оружие, то есть полностью разоружиться в ядерном смысле, или нукрализироваться. Соответственно, теперь больше не то, не распространение является проблемой, а детеррент, сдерживание. Значит, доктрина американская в отношении Северной Кореи должна измениться, перейти от нераспространения попыток, да, то есть заставить их отказаться к моменту сдерживания. Как сделать так, чтобы Северная Корея не использовала наружие? Я считаю, что это положительное развитие. Может быть, тогда в диалоге с Северной Кореей потенциальным, который опять может начаться, если только до этого момента Ким не посчитают какую-то угрозу его личному режиму, ему лично, или угрозу его режима и не примерят. Тактическое обнаружение начать военные действия с Северной Кореей, что, возможно, всегда, опять же, человеческий фактор раз, раз. И второе, реальная угроза, которая может возникнуть, допустим, в проведении каких-то учений около его границы. Все же бывает, правда? Вот. А любое такое движение войск, враждебных к Киму, может быть воспринято как прямая угроза. И тут вот, глядишь, и все будет готово. Там также он произвел определенные изменения в структуре своих войск на границе. Больше артиллерийских орудий туда подточил. Короче, там и так их было очень много. И не так уж далеко от демаркационной линии Сеул. Находится, по-моему, всего 60 миль. То есть определенные артиллерийские системы достигают Сеула. Население Сеула очень большое. В общем, нужно сделать все, чтобы там не было конфликта нового. И для этого, по-моему, единственный вариант, как этого добиться, это как можно быстрее начинать диалог. Посмотрим, во что в итоге решение вот этого Национального Совета по Безопасности, этой специальной встречи в конце мая, вот и к чему они приведут. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик Сказал, как обрезал. Бутик Политик